Чуваки-бук угорают Продолжение следует... 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 Вот, так, отсюда я, по-моему, добавлял текст А веб-ку вот сюда я переносил, по-моему, да, да Всё, отлично, так и есть Текст у нас, кстати, тут, оп, вот такой вот Всё, отлично, короче Теперь всё добавлено Давайте что-нибудь посмотрим Я микскаут у Буби хотел заскочить, но Они уже начали, соответственно, играть И пришлось к Тарсену со Сканом пойти Скан это корейский Ну, не про раньше называли их Семи-про, наверное, он и есть, полу-про такой Вот, скорее всего Так, вот Тарсен у нас беленький Скан у нас такого Гирюзового или какой-то цвет такой Зелёный, короче, будем считать Ну, здесь и не совсем он серый, а розовый такой серый Тарсен, карта у нас какая? А, это Питон карта, я вижу Респы ближние Вот на таких респах в ТВТ Изи можно играть Изи можно играть дроп голиафов, например А дроп голиафов это очень сильный билд Два дропшопа, восемь галиков прилетает Это норм Так, дарова Димас, дарова Бормана с К2Т И всем Дарк Мессия Вот, не знаю, вчера вы прощались или когда А, нет, не вчера Есть ли у тиранов Старики билды через воздух? Так Ну, есть через Опа, Тарсена дропает Есть через райтов быстрых, соответственно, билд Ну, а как-то его, ну, на самом деле Это от разведки То есть, это не сюрприз Их просто один голиаф выходит и отгоняет Просто строится Армори, из факторки строится пару голиафов Там две факторки, обычно стандарт Делается с, этот, Академия, сканерка Его сканы, все Ну, а на лейте Хочется часто ТВТ переходит Как бы, во-первых, масс в райты есть билд Там, пять-шесть пачек в райтов То есть, штук шестьдесятых просто вырывается И рвет все И даже турецких земли с 3-3 и грейдами Ну, и батлкруй Опа Что-то хрень какая-то вообще У Тарсена происходит Опа Опа Так, как там у Тарсена никнейм, ребят? Сейчас я посмотрю еще раз Его дропают чертям Так, Тарсена наглухо что-то выкидывает Тарсена Опа 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 Экс чё-то куда-то ушел Ну, все, поехали Буба 1-0 ведет Сказал микскаут Вот Поэтому сейчас я проставлю счет сюда, ребят Ну и прямо Тарсон это круто Конечно, у наших пацанов еще круче Посмотрите, я вам честно скажу Вот У нас уже людей почти 200 человек На Твиче 20 А, уже 200 На Твиче 20, 180 на ГГ Ну, очень круто, что первый старик вызывает интерес у людей Это замечательно Круто, что Кирилл Круто, что Кирилл сделал такой турнир, конечно Ну, а мы будем его стримить И все будет круто Так, карта у нас А, что за карта-то, кстати? А, все, понял Блин, постоянно забываю, как она называется Эта карта Я, честно, сейчас правила гляну и сразу вспомню О турнире Так, Аркадия Сайдерс Circuit Breaker Эта карта называется Соответственно У нас ошибок много в правилах Турнирса Такс, ну что же, ребят Все, отписал пару ошибок Нашел в новости, там канал неправильно По-английски написан И там это как-то так Спасибо Vertex Спасибо всем, ребят Все, давайте игру смотреть Приехал Буба на разведку Сам играет, смотрите, две депошечки Депошка Барак Во вторую депошечку в ЦЦ Через нескольких Мариков То есть надежный билд Это ТВЗ Ну, а Миг Скаут что у нас Разведаются эти Буба Миг Скаут нашел овером, соответственно Второй летит туда, Буба Вообще здесь все видит Видит леер, то что делается А вот потерять КСМ-ку Не обязательно было Но Буба уходит Он ее увел, соответственно Так, что-то я все темно сделал вообще Так, здесь цеха готова Есть четыре моряка Скоро будет газ, видимо, заказан Да, вот Буба пошел газ строить Второй барак пошел Единственное, как мне нравится Что он вот здесь Прямо вплотную Может быть лучше повыше Вот этот был за качеством Так и здесь проход бы был В принципе, это не второй Старкрафт Здесь между зданиями Можно проходить Так, Скаут подстроил лингов Сколько у него? Восемь штучек здесь Рабочих пока немного Леер Гидроден Это ранний прессинг Люрой будет Это уже становится очевидно Но не надо рабочего пускать Чтобы вот Прессинг это зашел вообще Так, что там с батлами В первом, Димас Ну, во втором Старкрафте Ты же знаешь Ты фанат тиранов Баттлкрузера У них Как из пулемета Дэмэдж небольшой То есть по ним броня Работает очень сильно А в первом Старкрафте Баттлкрузер Как в Райт Вот этот маленький Только большой такой Пью-пью Стреляет штукой Вот И у него 30 дэмэджа Изначально И плюс 3 за грейд 39 потом То есть они просто Разносят нахер Короче им пофиг Ну как пофиг Про броня Они эффективно Атакуют Опа Микскаута На ломбуба Не успевает Бункер построить А без бункера Это чашка Отбиваемая тема Марики Здесь нифига Не успевают Все везде падает ТСМ как-то На муви Все сливаются Ну и по-моему Здесь все печально У глупца Сейчас станет 1-1 что ли Ну учитывая Что там еще Да пушлю рой Будет По-моему Да А вот Вышли Фаербаты Они же огневички Угненная мышь Блин Не Здесь отобьется Отобьется В общем-то Бубо Скорее всего Но уже Гидра Вперед Двигается Это печально Вообще Хотя Рабочку Достаточно Много Осталось Он потерял Причем Где-то Ай-яй-яй Надо Принимать Как-то Марики Опять ГГ Как спишет Ну Микска Ловил Очень жестко Вообще Значит Ждем Вторую Игру Вообще Музыка Так, ну, значит, нам третья игра понадобится здесь. Оп, прыгаем в губы сразу же. Хорошо, такую хреновину сделали. Ну, все, третья катка, поехали, ребят. Губы против скаута и карта Fighting Spirit привычная, глазу моему. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Так, ну что, третья карта. Надо добавить бы скауту счет. Здесь, погодите секундочку. 1-1 счет встал. Вы видите, сверху там неказисто все это выглядит, но по-другому никак. Здесь нету специальной графы, как в геймкартовском интерфейсе. Во втором, простите, в Старкрафте. Где счет там вставить уже есть, позиция нормальная. Здесь такого нет. Ну, опять депошечка, ребят, вот так. Нет, вы отключаете. Вот, вот она депошечка. Соответственно, пока уберу это. Депоха в барак. А здесь у нас пул первый у скаута, кстати говоря. Боится каких-то пушей. Кажется, это 6 лингов. Мне почему-то такое ощущение. Да. Ну вот, идет тот, кто их спалит. И значит, что отобьется. Сто пудово. Первая часть из эргезаражения для разведки на нейтральных юнитов используют. Вопрос от Демаза. Пшени в нормальном уровне играх не замечал я такого. Но если королев строят, так просто кидают на юнитов вражеских. Это все. Но там можно это обнаружить на самом деле. Че королев чаще, я не знаю. Но я давно, ну то есть в первом Старкрафте используется все практически. Но некоторые моменты резко. Не часто, в смысле, используются. Например, грудлинги королевы иногда делают, бывает, из танков, тирана или каких-то юнитов. ЛАТ когда-то, может быть. Вот он еще там. Вот КСМ. Демедж в первом Старике. Прикольно. Я уже спрашивал, ребят, ну может быть у вас экспертов. Блин, нельзя ли поставить, чтобы ХП были, ну вот, с делениями, а не единой полоской, как раньше. Но ответ так и не получил. Походу, ну нельзя там ничего поставить. Так, бункер плюс два Маринаса на рампе. Буба здесь задефился. Нормально вроде как. Пошел газ, допошки две. Вот одна, блин, я не могу выбрать из-за этой хрени ее вторую, допошечку. Вот он, значит, я последний где-то не забанил. Не надо делать так, чтобы тебя банить надо было. Ну и опять миг скаут. Смотрите, что играет. Я не понял. А что я ничего выбрать-то не могу? Это что, баг какой-то, что ли? Я еще не понял. Во, через контрл нажал. Походу, да, какой-то баг. Через контрл нажал и выбрал. Опять миг скаут наламывается. Бубе надо бункер вычинивать. Срочно чинить же бункер. Бубу, как побежал-то, ема, бункер надо чинять. Но Мариков много, пацаны, прикрывают. С КГ, слоу граунда. Рабочие выезжают. Нужен новый бункер сразу же здесь. Что Буба, собственно, и делает. Строит новый бункер. Собаки опять накидываются на Мариков, на рабочих. Часть Мариков сверху тупят. С контролем косяки какие-то здесь присутствуют. Чего раньше, помню, в старые времена редко у него наблюдалось. Ну, конечно, уровень, на самом деле, понятно, что не тот, как раньше. Даже если у Чечи с КГ бы играл, там он вообще в 2008 уже не играл, например. Как вот, то есть, уже забитка не получается. Там не понимают, что... Это давно было, но все равно раньше, ну, понятное дело, что постоянно тренился, уровень был хороший. С андроидом, как он сам писал, по 12-14 часов тренились. Под корейцем, на ВЦГ, как бы. Это нормально было. Ну, вот уже марики готовы. Ой, эти медики готовы. Гидра бежит у скаута вперед. Это ранняя люра будет, как вы понимаете. Третья макро-хатка пошла. Хрена, на Гидродене такое, да? Первый раз я вижу эту хрень. Вот он шевелится. Это значит, грейд, по-моему, там делается. Хотя я вот не уверен, когда шевелится. Показывается ли, точнее, как грейд делается, как он делается. Два люркера запилено. Третий здесь. Ну, три люркера. Это, конечно, немного. Можно переконтролить. Это, конечно, опасно. Учитывая, что у Бубы только мариносы. И я не уверен, есть ли у них даже дальность. Так, вот два люркера приходят. Пытался миг скаут одним на мейн зайти. Ой, косяк от миг скаута. Здесь второй бункер. Все, Буба отбился. И, значит, будет жить. Передроп, что ли, планируется? Нет, передропа не планируется пока что. Ну, вот одного люркера очень косячно отдал. А здесь идет группка, которая может вообще убить. Но есть люрк. Похоже, что не должна эта группка убить. Минус огневик. Ну, четыре там марика живых. И даже четыре... Три даже марика. Ну, они смогут напрягать. Буба уходит. От люркера два. Остается бандиты здесь с автоматом. Плюс два медика. Буб пытается... Куда? Зайти за минеральную линию пытается Буба? Не, ну, собачек порасстреливает. Но это все пока. Все-таки отдался. В итоге, миг скаут отбивается. Макро хата есть. Можно развиваться. Что это за здание тут строится? Я чуть не понял. А, я отключил панель эту. Это... Это гнездо королев. Квиннест, по-моему, называется. Сыншпиль. Ну, королев в гнездо это для Хайла. Так. Ты левый и левый. Не, пока такого больше не было, чтобы... Ну... Как вот в той первой самой игре с Бородком, что... Как будто реплей глючит. Я не знаю, что это вообще было. Опцию освещения в реальном времени. А где она там отключается-то? Я даже хз. Так, ну, здесь явно делается в эволюшене. Скорее всего, броня, потому что она на всех юнитах работает. В первом старике. Здесь у нас хайф уже пошел. Делаются рабочие. У Буба есть танк. Вот второй готов. Нужен сидж. Нужно рассиджить все отсюда, отогнать. Подумать о третьей цехе. И нужно думать о том уже, как бороться против... Против этих дефайлеров в будущем, в ближайшем. Потому что они сейчас начнут задолбывать. С темной стаи. Этого чумой и всем-всем-всем. Здорово всем везде, пацаны. На трещинном гудгейме. Русбрайн каф у нас. Так, скажи тут чутку они... Ну это они ждут дропа как раз вот сюда. Блин, такой грамотный юнит вот у Зерга в первом Старкрафте. Чувствую второму не сделали. Очень прикольный. Смотрите какой он. Тут 110 дамага. Просто все просто. Но он взорвется, ребят. Это самоубийца. Как Беллинг. По воздуху. Без флэша. Просто 110 дамага вообще. Так, ну скаут подводит сюда. Смотрите, какая группа хорошая. У Бубы что-то здесь все тупит вообще по адски. Так, все. Люркеров отвел. Микскат. Будет атака. Но нужно ли вообще до появления вот этих ребят дефайдеров вообще куда-то скауту там идти? Так, весло вылетает вперед. И что это на нем такое синее? Ай-яй-яй, весло майнус. Пошел скан. Танцы прямо на люру идут. Бубы стимятся. Уже с мариками вперед пошел. Часть мариков заводит наверх. Нужен еще скан. Хороший контроль. Сплит имеет место быть. Ну вот это Буба умел всегда делать. Да, с потерями, но с минимальными для первого Старкрафта выход идет. Это во втором там все на F2 нажал, послал. Здесь бы ничего не тупило. Все бы ушло само собой. А здесь вот только сверху вниз через рампу. И вот через этот узкий межбункер мы этой хренью вывести. Это уже на самом деле, черт побери, задача сложная. Как вот это все сделать. Ну и все, миг скаут потерял люру всю до появления депайлеров. А как вы понимаете, стучь лопат. Огневиков лучше не терять. Они могут... Единственные юниты из пехоты, кто бьет темной стаи. И из этих всех вообще юнитов это как раз таки фаербаты. Они же огневички. И это танки с флешем. Ну все. Ай, за вебки с торжа никто не увидел. Печаль. Буба пришел на вторую. Похоже, это победа, Буба. Так, влечения как-то там идут. На люру выйдут, влечения сзади. Так, люрк подходит под танки. Люрк припадает. Здесь тоже два люркера. И здесь проблема. Темной стаи больше не наблюдаю. Пытался пройти в темную стаю. Скаут. Ну как криво это получалось. Собачки выходят. Отдаются вне темной стаи. Есть просто вот же сожри собачку. Он же стоит живой. Чумовик. Ну поверьте, тяжело его найти вообще. Тонко, говорит, Скаут. ДГ. И ливая. Вчерашний ВЦС, Ронни. Ты можешь посмотреть запись вчерашнего ВЦС, чтобы не задавать ни вопросов, как там было. Она выложена, во-первых. А сегодня все остальные групповые матчи. Сегодня самый интересный день на ВЦС будет. То есть, что мы увидим там? Матч Венеров. Матч Венеров. За первое место. Матч Узеров. Десайдеры, в смысле. Лузера были уже. Время у нас 12.53. Вот я единственное не знаю, как я выживу, конечно, до ВЦС, ребят. Потому что я, блин, 5 лег, 5.20. 11.30 примерно встал. Точнее, меня даже разбудили. Раньше, в районе 6 часов поспал. Норм в итоге. Ну, кинь, да, потом в скайпе. Ну, кинь, да, потом в скайпе. С каким-то Джо Зе Луис будет Буба играть. Он, кажется, ушел куда-то. А вот, прыгнем к нему. С каким-то, по-русски. О, три-то. А вот, прыгнем к нему. Пыгнем к нему. Я взял, как все. Тон, прыгнем к нему. Тон, прыгнем к нему. И... Так, брат. Браток с щобазергом играет. Браток начал уже, я уже отстал что-то. Так, я не понял, или Буба это уже ждет что-то. Какой Буба в стадии-то находится, я чуть не понял. 1-8, это карта какая там будет, в 1-8 у нас... Circuit Breaker у нас карта будет первая, все ясно. Так, а оппонент у нас? Лихев знает что это за оппонент такой, честно. Ну, CS все время, во все дни в одно время начинается. Так, освещение в реальном времени. Ну, попробую сейчас отключить там, чтобы оно сработало. Не надо игрушку перезапускать, наверное. Так, секундочку. Сейчас жена мне звонит. Погодите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, здесь ли оппонент Бубы, но он вообще играл первый тур А вот он здесь пишет, где он этот Ифу Йонзерк А вот он Это ускольный чел тоже Йонзерк, насколько я понимаю Хотя я, честно говоря, не помню его раньше Но он на самом деле не силен, наверное, просто был, как бы, и поэтому я не особо помню Так, ну сейчас ход будет и будем прыгать туда Играет музыка 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 Было и какие там, кто там из испанцев, вообще я не помню кто из испанцев там играл по норм, если честно, когда мы еще бились все. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, who are you? Пес, не знаешь меня? Я таких как ты бичей расчехлял еще, блин, в 2003 году, блин. А он не знает ничего. Ну ладно, ребят, ждем начала. Смотрю, иногда Кирилл появляется. Но он, видимо, сейчас не смотрит ни при на... Ну ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так, ну да пуха в барак, у Буба стандартная, я так понимаю. Здесь у нас рабочие строятся. Вот видно, видите, да? Корейцы они бы что сделали? Вот это у овера берёшь, личинок берёшь, обводишь ним, смёшь эс, то есть стоп, и они ползут справа налево сюда. И дроны появляются не здесь, а вот здесь. И как бы они не тратят там секунду, или две, чтобы объехать вот так всё это дело. Бубы эти проблемы не интересуют. Это, напомню, про баг, это получается... Ну, то есть что, личинки переползают. Ну, грамотный баг, так как и Минерал Волк изначально, он же тоже багом был. Но это грамотный баг, который помогает играть, на самом деле. Ну, помогает игру интереснее сделать. Так же, как и Мута Стэк, это же по идее баг тоже в первом Старкрафте. Ну, скилловые, короче, баги. Часть их перенесена во второй Старик, получается, даже там. Так, ну да, депошечка в барак, во вторую депошечку. Марик и ЦЦеха будет, а Зерк прилетел, и вот он, смотрите, оп, видит. Ага, рабочий здесь стоит. Ну, Буба видит вообще, не? Овер отспалил. Не, походу, не видел Бубу Овера, потому что Марик не среагировал. Опа, на... Вот это вот, конечно, я бы сказал бы нагловато, но, видимо, расчёт на то, что... Ну, а то, что Буба будет стандартно действовать, ну, конечно, сейчас, понятное дело, что он давно не играл, но сейчас трениться вроде как начал. Это очень нагло, если здесь не пресечена будет эта деятельность, то Зерк на халяву получит третью, просто, базу. Так, Бубук, это поехал, он поехал, я ещё не понял. По каким-то таймингам понял, что здесь может быть хат халявная, что ли? Похоже, что, да. Так, что всё знает, я вон Зерк не понял. Фанич, что он там знает? Смотрите, приезжает Буба, оп, говорит, хата здесь, говоришь. Ну, значит, Марики сейчас стим получит и без ренжа уже пойдут туда, когда вот это здание достроится. В нём заказан будет стимпак за 100-100, он 100-100 стоит, напомню. Так, здесь бункер пошёл. Рабочий проезжает мимо него. Сплетануть немножко. Смотрите, Буба-царь вообще. То есть, все в разное. То есть, не в один минерал. Во втором Старкрафте многие даже высшего уровня игроки не запариваются. Кликнул в один, они там сами разъехались. Ну, грамотно и запариваются. В первом же, ну, если так кликнуть, они очень долго разъехали. Ну, как очень долго? Бывает, быстро бывает, долго. А так, хоп, на разное разделил. И всё, добыча хорошая. Э-э-э-э. Фу, я испугался, что-то экран не двигался сейчас просто-напросто. Так, ну как и он, зерк, собирается? Свою верхнюю хату защищать тебе без понятия. Но я абсолютно уверен, что туда выход будет сделан. Да, пошел стим. Надо, блин, запилить. И, на, вот здесь просто нахрена они такие гигантские вот эти панели сделали. Я не понимаю. Вот достаточно, вот, раз, панелька. Здесь панелька. Ну, миникарта, ладно, пусть такого размера будет. Допустим, как бы. И всё, здесь, здесь заберите какие-то инфу. Там боевой лимит рабочих. А сверху, как у втором старики, вот здесь панельку, как в replay и просто продакшен. И всё, норм будет. Сюда вот кликнул. Здесь Даня. Так вот здесь можно. Вот почему сюда не вынести инфу хотя бы? Делается стимпакт. И линия, линия вот эта, как бы, да, готовности. Так. Я играть не буду. А жду я игроков. Я больше, ну, сам участия не принимаю. Так, как личинки двигать. Задержка 90 секунд. Помните об этом. Можно знать всё, например. Даже в втором фитокрафте можно всё знать, но физически не можешь этого сделать. А в первом это вообще ключевой момент. Ты можешь вообще до хрена знать, но можешь просто не мочь этого сделать в какой-то момент. Так, пошёл вперёд. Здесь пушка у нас строится сверху, кстати говоря. А здесь аж целых три, блин. Санки делается. Шпиль. О, мута уже заказана, блин. Тайминг мута хороший. Так, ну, на стиме буба бежит. Сколько у него? Шесть мариков, два огневика. Но тут уже мута выдвигается наверх. И уже... О, две пушки. Нет, здесь уже не успеть ничего сделать. Ничего так пошло, пацаны говорят. На две пушки заскочил, но это отдача. Это отдача. Кумно вообще. Эээ, расчехлились. Все эти юниты вообще в хлам. Ну, для первого старика, в принципе, это немного юнитов было. То есть, главное, как дальше будут играть буба и его оппонент. Но вот то, что поздние факта, и значит, поздние будут ээээ... Ирадиейт на мута лесков, и всё это позднее будет от печали вообще. Так, сетку, где посмотреть, сейчас скинукся на Twitch. Блин, бота у меня нет, поэтому на Гудгейме всегда смотрите сетку. Там есть ссылка на мой канал, а в моём канале есть. Не 12, 90 секунд. 90 секунд. Не знаю, ещё там где-нибудь объясняет. У-у-у, мута стэк здесь вообще напрягает бубу. Серьёзно очень. Пытается Марика вывести в центр, а это правильно, потому что здесь круче обороняться будет. Так, одного мута леска минус. Ну, смотрите, какие все здесь цветные стали. Четыре барака работают. Два Старфорта сразу строятся. Ну, с Ирадиейтых побольше бубуху. Брэйды вообще только сейчас заказаны. Всё, новая-новая мута прилетает. Он что, уже в лоб собрался с муталиском здесь убивать? Блин, мута очень много. Ой, там два-три марика за удар погибает. Сейчас и медики погибнут. Надо было только увести, пока они уйдут. Да, против мута стэка в первом старика еще тяжело воевать. Я не понимаю, во что тут свитч-то будет. О, уже хаев, уже не идут, макро хатка. Ну да, нет, здесь зерк доминирует в этой игре. Здесь слишком какая-то крутая у него экономика ситуация. Вот с другой стороны тиран, и когда с мута стэком разберётся, если грамотно там действует, будет хоть с двух бас. То есть факторки добавят в ультур с минками, там выйдет номинирован он ли в перспективе хотя бы всё равно можно биться будет. Ну и те, ну тут чё-то прям вообще как бы впереди. Ион зерк, макро хата дома, тут нидус сюда уже строится. Люра, четвёртая хата, здесь всё, он вкопается. Так, счёт на 0-0 точно, да. Так, да, ребят, не парьтесь там на самом деле, на эскарлате какая разница. Понятно, что сейчас уже другие игроки решают. Ну я так понимаю, и он зерк когда-то тренится, в принципе, да, потому что, ну, вроде неплохо играет. Ещё одна макро хата, здесь два эволюции. Годите, это только сейчас он грейды начнёт делать? Ну так далее. Чё такие грейды-то поздние? Ай, на стопель, ура! Буба, куда-то побежал, надо... Сим. Принимает резкое решение вступить в бой, Люру минуснул здесь, кстати говоря. Если что-то пушка вперёд, в крипт толкнул... А, он здесь хотел нам вот так вот в ряд поставить. Пушек не знаю. Ну надо брать ещё пехоту, как бы, и пытаться что-то сделать. Вот дроп полетит. Вон там полетел-то дроп этот. Скажи сразу, за дропшипами летят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Минус дропшип один. Ну один-то живой. Будет дроп сюда или нет, ещё не понимаю вообще. Не показано, что внутри сидит. Ну два марика. Только выгрузилось, наверное, там и было. Два марика всего. Так, два рабочих поехали на резк, плюс с марика три пошли. Но это резк будет убрать, пытаться, так понимаю. По центру движения наблюдаются. Вёсты туда полетели. Ещё один барак седьмой. Всё строится. Блин, не, ну молодец. Смотрите, такой продакшн для тирана. Поверьте, из шести бараков мариков тиран строить, это даже не просто. Они очень быстро строятся. Много заказывать очень нельзя. Максимум по два, на самом деле. И... Это тяжко. Один-один уже. Грейт делает. Ещё какой-то там вот в инженерке. Здесь буб мариков привёл. Хочет проатаковать что-ли? Ну тут четыре люркера. Нет, тут пять люркеров. Тут шесть люркеров. Я не вижу дефайлеров почему-то. И он зарга не знаю, почему их нет. Так, по октату редко. Два марика. Нужно ещё сюда что-нибудь подвести и бункер поставить. И здесь запилить тоже. Чё там? Буба пытается проатаковать. Но люры много слишком. Буба, куда ты ломишься? Там слишком много. Вот он понял. Тут никакая матрица не поможет. Решил с матрицей расконтролить. Красавчик. Но не вышло. За такие действия респект, конечно. Но вот такой пачкой можно четыре люра там расконтролить. Три-четыре люра с матрицей без потерь практически. Но никак не семь люркеров, блин. В такой куче стоящих. Плюс здесь ещё как бы... Ну если бы с разных сторон эту пехоту со всех поставить. А может что-то и вышло бы. Так, может мы увидим ультралисков? Да, смотрите, ультралиск Кеверн пошёл. Ультралы будут там. Какие-то моверами там будут гонять. Сюда огневиков Марик вклёл. ЦЦ Ху на респе строит. Но здесь тоже, да, на минералон для ЦЦ Ху надо запилить. Ту ресурсу уже девать некуда. Ну и надо думать о лейте уже, как бы, как контрить ультралов всяких там, я не знаю. Пехота уже тяжеловато будет. Не строит губу по ускулу, как без мин играет, без всяких таких вещей, ребят. Сейчас я окно прикрою, а то чуть-чуть холодно. Открыл проветрить, но уже прям в бок надувается мне. Так, тифайлеров начинает облучать. А всех там нахрен надо облучать. О, тёмная стая. А знаете, что значит тёмная стая? По, ой, тёмная стая чума по вёслам. Это значит, что муталиск один пролетает, райт-кликом тык, и они за удар три погибают. Потому что глейв убивает всё наглухо, блин. Так, респ занял губу, здесь у нас тая и пехоты. Десиди огневистки справляются. Тем более, 1-1 грейды. А здесь какие у нас грейды, кстати? 1-1 так же. Вторая инженерка у губы, кстати. Ну вот, уже ультрал кэрнгов, сейчас ультралы пойдут. Вот до этого момента, смотрите, если посмотреть, как зерг развивался до этого, я бы сказал, что он круто развивался. Участка он настроил много всего, и у него как-то всё на самом деле не так круто. То есть тирану можно биться вообще на изящих здесь просто. Ну, то есть, что не круто? Да у него как-то, я не знаю, ничего не изменилось за это время. Ну, вот ультра сейчас пойдёт, да, как же по лимиту он вперёд вырвется, скорее всего. Но корейцы у них вот в такой ситуации, у них, кстати, у них всё везде заказано, собак, тонны, тысячи, везде всё бегает, там туда чу мать, сюда тёмная стая, там. Вёслы мутальскими прилетел, с коржами, там постоянно работа идёт против вёсел этих. Так. Фаербат там попытался, люркера принять. Здесь, встречая от лингов, хорошо прям, смотрите, как их расчехляет, молодец. Сюда пройти не даёт. Здесь четыре фаербата, они эти два люркера-то убьют на изящих на самом деле. Надо отойти, да, немножко назад. Ой, чума. Вот чумой уже не так, что просто. Всё, минус дефайлер, минус люркер. Игра-то такая мясная пока что идёт. На, рабочих в бубе. Ну, тут не просто первым старик, пока рабочих направишь, что, ну, время тоже нужно. Опа. Смотрите, какие ребята у бубы пошли. Вот это норм вообще. Ну, имгрейда надо делать. А где это, армори-то есть вообще, нет? Чё-то не вижу. Армори, у бубы. Здесь танки на респах. Это в стиле флэша олдскульного, то есть, поначалу пехоты побегал, центр контролем пехотой с веслами, а на респах в итоге этих строим танков и факторки. Здесь танчиков штук шесть построить, и будет проще обороняться уже. Так, ватвы полетел бы ватвы полетели. Ё-моё. 2-1 пехота уже. Их просто две штуки, их с коржами легко будет сбить, блин. Так, ультра тут уже... А, они полетели вырубать. Ё-моё. Что-то делать? Вот минус батлкрузер, пожалуйста. Ё-моё. проморгал. Во-первых, им надо грейды делать, во-вторых, за ними следить. Баттлы решают, когда их купать. Матрица, да. Всё, норм, матрицы ставятся. Сюда с коржа прилетают. Блин, какие же они эти коржи охреневшие, как они больно бьют. Что, батлкрузер минус, что-то губню следил здесь. СГГ. А-а-а, здесь дроп прилетел, скромные стаи, я вообще всё проморгал. Ну, надо было быстрее танчиков и минки на респе на том делать. Да, может быть, отбился бы. Не смог лес задефить. Это кто такой тут ходит? Что это тут? Больной наш. Чё-то, чарлик. Вливался он не больной, блин. Прыгаю в игру. Уфа. Повтор смотрит губу, всё ок. Чё канал-то я не могу выбрать? Чё канал-то я не могу выбрать? КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, мне там чел смс-ку скидывал, надо перезвонить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все, прыгал я Так, ну все, прыгал я Так, ностальгию выбирает Зерго очень тяжело, здесь газа на второй нет А тирану пофиг вообще Так, ну все, прыгал я Субтитры сделал DimaTorzok Так, а опять, кстати, ионзерк не использует личинок передвижения, почему-то сюда ближе ХВ Ну, ему и так норму, там, вторую хату ставят А у Бубы тоже самое, депошечка в барак Будут еще депошечки, конечно будут Обошла еще до пуха, не знаю, почему такая позиция, и почему же 10 денег не заказать Здесь место, мне кажется, ценное Сюда можно было бы какие-нибудь барак еще добавлять Ну, или что-нибудь В принципе, на ностальгии есть место здесь Вон, сколько места Так, ну и решил двумя аж рабочими разведать Буба Правильно, наверное, делать Третья макро-хатка пошла Итог А, это три хаты до пула вообще Ничего себе В первом старике Не так часто, но играют такие билды Все как надо Задумано Как задумано у меня Все нормально Ну, быстро здесь раскачают Задача этих трех хат до пула Быстро раскачать вторую И, видимо, выйти уже вот сюда Вот на добычу газа второго получается Либо нарез куда-нибудь там И хитрый, посмотрите Зерк Смотрите, где он ставит вообще Все, счет А, или он проверяет что-то А, он еще Бубу не нашел же Ццеха сверху, кстати У Бубы пошла Да, счет поставил Все норм Тут у нас пушку решила Одну заказать И он зерк И лэйр пошел Но в муту играть Бессмысленно На этой карте Почему? Потому что база Одногазовая Как бы Для мута нужно две Сеток Полагаю Гидроден будет Ура Ушли Ушли Может и пару Подрешать Так, еще он все проверяет Ходит, еще не понял А, он не знал Где Бубу живет В общем, он до сюда Даже не доехал Вот что, оказывается Похоже Собачка сейчас доедет Здесь Ццех перелетел А только-только Увидел ее Рабочий Буб Переводит Сплетанул Можно было получше Сюда вот одного Хотя бы направить Но Нормально, короче И так начали добывать Барак еще Добавляется Есть Академия Так, собачки Тут работающие Что вообще И воевают И без скорости Еще собачки Но уже Да Гидроден То есть Влюркер Да Буду проверять Будет третью Сейчас активно Искать Здесь, наверное Надо сюда заехать Супер Медичек Из первого По лечению Равна Медивах У второго Старкрафта Да по скорости Лечения Они одинаково Примерно лечат Так, визуально Если посмотреть Даже Медики Может и быстрее Потому что Если Марик Будет под Медиком Сражаться с Пушкой Единственное Что Какое условие Если Марик Без Рэнжа Например Даже с Рэнжом Он Ка бежит И Пушка Успевает сделать выстрел И Медик Не успеет лечить Если их полотную Рядом поставить Пушкой Начать атаковать Ну стоп Вначале А то Медик Будет успевать Вылечивать От удара Пушки Несколько раз Успеет вылечить Потом вроде как Она все равно Убьет Ну и броня Там решается Пушкой Борцаха Демоджи У маленького КП И пушка Полный По нему Бьет Ну вот Тоже Косяк У здания Нельзя Демоджки Смотреть Ну что за бред Еще тут Дорабатывайте Дорабатывайте Ревастеры Так Судьба Экса 45 Йонберга Дислимита Есть Люра Есть Линги Но Тут все Контролят Третье Контролят Все нормально Пока Губы Я должен Сказать Вообще Все Прекрасное Выскал Единственное Проморгал Мхату Заказан Здесь Два Люркера Пошло Вот Теперь Уже Хрен Выбей Еще С Двумя Люркер Ну что так Пошло Куда Эти Полетели Законтролил Молодец Ну тут Малик Ценой Своей Жизни Разведал Что Рез Вообще Буду Бои Заметить Ну Кстати Две Пачки Юнитов В принципе Двумя Пачками Два Люркера Можно На рампе Выбить Но Нужен Сплит Грамотный А еще Люркап Не вплотную Сюда Чуть Надо Потому что Если Копать Сюда Может Отсюда Стрелять Отсюда А вот Так Чуть Подальше Отсюда Уже Хрен Что Дострельнет Наверно Ну С ранжом Дострельнет То есть Здесь Надо Просто Мясом Получается Часть Юнитов Наверх Пытаться Забежать Собаки Есть Которые Будут Мешать Такие Вот Темы Идеально С ранним Веслом Конечно Убиваются С матрицей Но Буба 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 Афактала 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 И только Старфор Заказан Третью СССР Собирает Ставить Уже Тебя не Заблочил Леон Винкером Вообще Все СССР Постановку Здесь Тут Уже Хайф Пошел Ну Все Правильно Нужен Хайф Чтобы Соединить Интерес Как бы С мейном Если Буба Даха Его не Выбьет Будет Тяжко Уже Квад Скан Оно Экскан Там Где Хочет Он Ай Люркера Два Копано Надо Брать Все Сюда Хрен Выбьешь Даже Два Люркера Буба Понимает Что Их Тяжело Будет Ловить Сейчас Так Ну 102 54 Но Это В первом Старике Не то Чтоб Ничего Не значит Но На самом Деле Сейчас Зерк Просто Технология Отстроит И Все Нормально Будет Так Судя По Происходящему Мне Марик Детра Все Так Мне Показалось Что Дальности Ушел Бу Нет Где У нас Академия Нет Все Грейды Не делают Значит Наверное Дальность Есть Пацана Застроили Вот Ему Здесь Не Выйти Здесь Полная Застройка И Здесь Плохо Он Поэтому Тупит Там За Минералами Пока Минералы Все Не Да Будут Он Не Сможет Выйти Вообще Решил Бубу Ничего Не Пробивать Походу Дело Ушел Назад А дальше Что Танки Будут Дальше Здесь Уже Дерем Так Два Эволюшина Дефайлер Делается Макрохат Много Здесь Уже Дальше На Рес Бункер Есть Ну Сейчас Люра Выбит Надо Подумать Бубе О том Где Цеху Занимать Где он собирается цеху занимать? Чё-то он долго ходит и ничего сделать пока не может. Может, пораньше в дропшип надо было выйти, я не знаю. Танк взять, танки взять, с танками выход сделать. Ах... Всё, дефайлеры первые попёрли. Греды 0.0, узер губа 1.0. И забыл что-то он про грэды, бараки добавляет, а про грэды забыл, это плохо. Зацеха третья строится, но поздняя такая. Здесь что-то с танками побегал, но с танками побегал. Так, дрон сверху ездил. Третий танк весло. Ну, с танками надо пытаться прессануть. Здесь не так уж много зерга, на самом деле. Так, вот, приходит сейчас, правда, E1Z. Ой-ой-ой, сейчас тёмная стая будет прямо накинута. Неприятно. Два танка минус. Энергия есть? Нет, пока нет. Я даже не уверен, если там R8-то, вот в чём прикольно. что-то тут супер-то юниты не отходят, сходи в ху-у-у-у-а, какой залп жесткий, емчё. Где RDI? Нет RDI-то, походу. Ну дождался Буба, то есть На самом деле У него треть цеха делается Все норм, поэтому И, ну вот, если Вспомнить старушку Как бы бы играл, как бы Он бы просто центр бы ходил, бы контролил И хрен бы, что ему и он зерк сделал Ну контроля немножко не хватает Ну и Так, ну смотри, что у меня снизу Огневиками выпилил Ну тут, блин, люрака еще тамат наносит Нереальный какой-то Дефайлеров выпиливал Здесь новые дефайлеры сверху идут Ну огневиками можно биться здесь Блин, вот чуть бы больше Три пачки две Был бы здесь, было полно Может вообще плохо убить было бы На самом деле И про грейды Буба забыл Наглуб Вот что мне беспокоит Чума поперла Ой, это очень плохо Чума Ну это опасная болезнь Сейчас медики все энергию починят Так, ну вот Букву Вольтур начал добавлять Скан Люркер вообще здесь с самого начала Здесь копан был, кстати говоря Здесь еще один рест занимает На ностальгии у нас И он зеркнет губу Норм, лимит В общем Привет, Вольтлип Бодро-красиво селешь в троеров Что тут говорить Денег да ты мне прислал На такие занятия много Огневик подставляется Надо пехоту Отвести в темной стае Все дерется Что ж такое Здесь же с адреналином Линги Подразвалился Здесь Буба Грейды 1-1 Да, 2-2 делаются Да, шевелит все Ультра поперло 90 лимита зерга Но ультра, блин, уже и все дела Так, собак выпилил 1-0 у него Понимаете, грейды не делает Ну как про грейды-то забыть можно было Тиранов Что-то, видимо, видно косячик вообще Конечно, это тот самый экс Ну сейчас тренинг все играет Ну и он зерк это активный игрок Который играл последнее вообще все время Поэтому увидите, что эксу тяжело Здесь обыграть его просто наносно А здесь уже ультралиски наверх и будет Ни мариком не выключил Дгэкс пишет Пришел в базе, конечно, выгодно увидел ультру И понимает, что здесь ничего сделать не сможет К сожалению Ну что же Браток на ион зерга попадает Я туда-то, собственно Опа, ауэрплей против девулта Они начали играть Похоже, что да Ладно, братка с ион зергом посмотрим-то Ну я совсем... Ребят, очень много чего я хочу посмотреть Ауэрплей девулт Я бы с удовольствием БТВП это посмотрел Ну придется братка посмотреть Так, где браток у нас вообще Я не вижу вот сюда Субтитры сделал DimaTorzok Ну а ион зерга Опа, ауэрплей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Браток как раз эту игру стримит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну ждем братка пока там игра закончится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Погодите Субтитры сделал DimaTorzok 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 Погодите Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо significa короче А это было погодите это не это была ọn 2. 1600 это не пейговый барак сейчасbit эта уL гидра хорошо чистят то я еще не договорил А, вижу, спрашивают, старый добрый адвокат и андроид, не, андроид навряд ли бы, я не знаю, чем андроид сейчас занимается, но как бы он старкрафт давно забил, и прикол в том, что как бы андроид либо на победу играет, либо нет, это всегда так было. А2 приходил вроде на первый турнир, ну или по крайней мере видели мы его, или на лане точно он был вот в Москве как бы, вот, и играл, но сейчас что-то его не видно, но он тоже у него занят, занятой. Гидроя оббегает здесь, оппонент Паша, Паша видит эту Гидро, мин достаточно много, а, и овер-то есть, всё, мины будут законтрены как бы влёгко. Нужен танчик обязательно, Голиаф первый выходит, не, ну Голиаф против Гидрея уже норм более-менее. Ай, видите, сейчас мина могла бы бомбануть, но, ну они успевают её убить вообще на подлёте, о чём проблема вообще. Правой на игрока, да, можно следить, но зажим что-то не позволяет. Приходит Гидра, Гидры очень много, есть вультура, есть галик, бункер, браток пытается выщить, бункер падает, похоже, это ПГ, ребят. А, всё, понял. Один раз нажал, и всё, и не надо больше трогать ничего, иначе показывается ФП, то есть туда-сюда всё прыгает. Есть два танка, у братка это один, но Лион Зерк, ребятки, чё-то он как-то норм всё делает. Законтрил Пашин Мех. Верк поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает, привет поме, хорошего стрима. Зерк, спасибо всем за поддержку, а если б я сам бы знал бы, я знаю, что это Зерк, и говорят, он испанец. Так, обслугу решает. Пока пауза, немножечко покушаю ещё, а то остынет. Уитильев поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, для сил на предстоящий день. Держись, хорошего настроения и удачи. БОСТИ. БОСТИ. verse скрыт. БОմ. BLOM БОСТИ. Так, Латина живет в Бельгии Бельгийский флаг у него Ну ясно Ну что-то похоже на предыдущую игру Браток делает, ребят Circuit Breaker карта Получится или нет, я ХЗ Еще раз спасибо всем за поддержосос Да, тоже самое абсолютно, браток, играет Йонзер кубинец Кубинцам респект О, намыли новости Названо условие включения киберспорта в программу Олимпийских игр Нахрен это надо Так, для признания киберспорта Должна осуществлять организация Гарантирующая соблюдение правил Поглашения Олимпийского движения Таких как Ну насчет 3-2-2, ладно Допинг, вот тоже интересно Допинг 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 Счет криво Да, счет криво Допинг 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 не клубинец он кто же он тогда ну что же шпиль выходит и он зерк играет через паер а браток обманывает смотрите то есть он показал что играет в мех как бил предыдущий в игре бы был а сам-то играет bio х хитрость просто жестко марики строится медик первым первый вышел под марихуаной по ходу нельзя будет играть расходимся и под эфиром тоже как страха ненависть в лас-вегасе вспоминается вот эта хрень черт побери это такое большое упущение ну каэсеры на самом деле каэсеров и так дисквалифицировали уже не раз потому что они играли под амфетаминовые группы веществами какими-то было делом а авик поляк который в факву играл так вообще улетел в тюрьму у него что-то там адские какие-то количество чего-то там нашли помню была новость даже у нас линейка флэша это имба а если есть имба значит не будет киберспорта у олимпийских видов спорта потому что флэш имба со своей линейкой ну вы поняли как бы так браток квад погнал на хрена он правда ходит так под оверами не понимаю марики браток не знает где и он зерк живет а нет он знает он как раз туда и пошел сейчас туретки нужны пошли туретки раз-два а здесь не надо вот здесь же отсюда муд просто залетит и будет долбить сейчас может дать ему хату достроить имеет смысл но не атаковать пока она строится я не знаю туретки все больше и больше у паши спасибо ну сейвы короче бельгийской у него гражданство или вид на жительство а изначально он кубинец который был через испанию вообще в европу попал вообще я понял все вижу ребята задержка 20 секунд помните об этом мудо начинает бомбанить браток встал и пока хату не выносит надо проверить сейчас будет есть свитч в люру идет queen nest вот выкаст сюда в этот файп естественно братка тут мудро расхарачивала на мэне он поэтом даже там снизу не выбивают катывает ерунда какая жесть вообще все хату браток выбил в итоге здесь лепушки не делать нечего ему ох рабочий начинает бомбить ну вот мэни защитил до конца паша еще по своим рабочим мариками пьет че он творит то паштет ты че творишь почти всех рабочих на мэне слил 40-7-60 полимит похоже у братка все так себе здесь вкладываю здесь марик и личинок закрошили очень свистель туалете был у страницу в этом следующий раз ты одержишь верх хрен там был унал комбо трития процесса сусbod слишком easy просто схема почти как оклик f2 оклик во втором старике короче браток по центру бегает мариносов много но тут его мута разводят прям здесь уже люра есть и тяжело что сделать макро хатка хаев делает мута линги выбивает бункер на второй но нужно братку установить просто и все норм будет другой позиции хату ставят зерк или ура туда пошла жонница что-то вообще там балладу какую-то прям написал так два марика пропустил смотрите и он зерк люра на стопе держится сейчас ай муту подловил хорош но мута живая марики гонятся прям рядом с люрой но мимо люры сканит враток хочет люре не дать на рампу видимо зайти но она зайдет на рампу поверьте мне будет он подниматься подниматься вот так здесь круто линги ёма здесь нечего ловить сзади тоже люра сзади надо ее выбить хотя бы сзади выбит нормально марики же встретились она рискует потерять крылья оперение свое поэтому улегает ооо люра на стопе ребята и сзади марики идут бах зал браток сканет ну тут три люркера хватит ли сил хватит походу два марика остались здесь живые но сейчас медики погибнут 5178 ну тирана обычно по лимиту в плюсе на таких стадий здесь браток в минусе и здесь уже хайф и дефайлеры короче вы понимаете здесь все плохо вообще зашел в эсекап и он зерк олимпик брал 4 раза вопрос другом здесь ребят а этот на асекапе это очень круто этот олимпик как бы статус то есть это было плюс а дальше олимпик там от скольки-то поинтов но это было круто в 2008 в седьмом я не знаю там девятом году никак не в 2017 ну в семнадцатом уже может тоже опять но просто не говорили даже кто-то из наших кто играет что там изи амби а берется просто как бы вообще там ну то есть уровень не тот как бы игры был поэтому не мудрено что он там олимпик брал то сумму всех бомбил там и все так а это что за хрень такая можно писать оказывается так вот канон все за канон видимо смайлик что-нибудь какой-то был ребят помните про то что в 19.00 нас ждет не что иное как в цс третий день решающий групповой стадии будет очень круто это второй сторога будет а до этого времени русбрайнкап полуфиналы решим на ходу то есть если время будет хватать полуфиналы по очереди мы здесь проведем ребят если время хватать не будет то тогда одновременно походу я смотрю на тайминг 14.20 походу мы и по очереди сможем провести еще там до в цс еще будет до хрена времени так вот брака тут рупчик зарешал как зарешал пока он просто прилетел еще ничего не зарешал да собаки мудры прилетели все убили здесь шатают смыть по лимиту даже вровень пошло всю но тут уже дефайлеры а дефайлеры это печаль надо облучать его именно сейчас чума пошла надо забирать пока свалил свою срань эту сегодня забрать минус веслу с коржами сейчас было вот ни в коем случае нельзя медиков оставлять вот так вот как браток оставляет качума на марик повезло что она уже кончилась если изначально их оставить вся энергию будет потрачено и не все собственно говоря и будет по мне чем маленько плететь так дефайлера браток забрал так ну минералон ли есть у братка свитч будет да в ультуру к свитч уже пошел все норм бараками скоро надо будет разлетаться и ультуру а4 люркера паша не видит этого марики огребают а также помнить про что поддерживать на меня мой канал на премиум подписываться и включать оглоки по возможности ну и поддерживать в реквизипционе либо через плеер вот двух войска финала ну если успею туда ну не факт что успею а может и успею вот спасибо кстати какому то неизвестному товарищу который этот турнир поддерживает жестко так деволт в полуфинале уже ребят юр задержи их там мы успеем и полуфинал и на двух войска вижу что мы успеем по ходу делать вот так что напиши всем в батле что полуфиналы по очереди будут потому что уже сейчас будут полуфиналы мы абсолютно все успеваем здесь так минки расставлены с минками будет уже тяжелее здесь кэш из эргу но пока браток еще у мекс вичница пройдет много времени здесь имеет смысл в четвертую пашу уже занимать он пока от пехоты не отказывается у него два один грейда еще даже третья атака по ходу делается пехота плюс в ультуры пока что так везде нидусы макро хаты здесь так будет ультралиски кстати да ультралис кэверн пошел ну что же опять очередной выход с темной стаи идет с трензерга ну вот не успел браток отступить все в чуме в итоге сейчас опять все медики без энергии то есть моряки лишаются стимпака они не смогут что здесь делать здесь 3 хп хорошо хоть дефайлера убил нужно оступить пока еще хватает некоторым на стим пацанам но некоторым уже вообще не хватает надо уйти за мины видимо мариками было бы сейчас паша он это не спешит делать в итоге пехота огребает но мины есть на карте как бы и все норм нормально что чумовики взрываются на минах это значит что не получится в лоб убить братка ну и центр он уже смотрю контролят здесь мин очень много значит все будет бежать значит все будет тупить везде все будет взрываться а мины это бесплатные как бы получается за 75 минералов получаем ультурку и 3 минки так а здесь где общую заблочку там резко вообще жестко это уже отдача видимо мута 5 и мута листов 5 идет вообще не контролят до сих пор пайковый деволт и вон зерк конечно деволт в другом вообще кто в 16 начинает а часы перевели на гоу в УСК погодите да часы в смысле на гоу в УСК в Европе часы перевели а у нас теперь нет теперь разницы стало не час а два часа между центральноевропейским и нашим таймингом так не ну браток я хочу он скачет очень серьезную работу сейчас проделывает он везде все законтроливает как бы везде минки линги правда убиваются 2-1 у них уже грейды ультра уже сейчас попрет шевелится что там грейд какой-то делается так такие здания прикольные нарисованы смотрите мерзость это вот зерговская но прикольная а у тиранов а у тиранов а у тиранов тут ну будет походу только вультура пехота и весла очень тяжелая для контроля микс ну пока экономики нет просто на еще 4 занять 3 газ там можно будет на самом деле выходить в полноценный мех уже там с танчиками со всеми делами опа скажи отконтроливает вообще конечно раньше люди сильнее играли потому что все играли в первый старкрафт в какой-то момент корейцы-то и сейчас сильно играют ну потому что они натренились уже ну и здесь уровень будет расти турниры мы делаем делаются турниры и не только у нас раньше-то все тренились как бы готовились играли по много-много времени сейчас уже такого нет второго уровня есть игре он браток вообще молодец только только начал в ремастере играть недавно вернуть фактически и уже достаточно ультры правда что-то много к ним прибежало у них грейды 4.2 минки конечно взрывают часть ультрали но часть живая сверху собаки напрягают одесские и дрейды есть 2..2 гарри gg пошли к да это 2.0 Это фиаско, братан. Так, сейчас отдаем и будем начинать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Скан против Ион Зерга Бьется в другой полуфинал Диволт Диволт против Бониса Бьется Бонис я не помню кто там у нас по расе, но по-моему Зерк он Хотя не буду врать, я не помню, может это не Зерк Я помню этого игрока как бы не раз уже видел, потому что первый StarCraft он играет на каких-то там турнирах Как? ФП включать? На игрока Райт кликом на никнейм сверху ты кэш и она включается Ну и я выключаю щас Да выключайся, правда выключается как она по мини-кэшу на карте поводила Она выключится, да Вот Так Здесь пехота, третий барак Академия работает А здесь у нас шпиль выход идет Первая шайба как-то Так Ты не нашел где голосовое сообщение записывать хоть и бы этот профиль поставил? Ну он у Яндека спросил, подскажете я сам не знаю Вообще в обычном донате видимо когда начинаешь шпилить Или значок рублика На чатиком На чатиком там значок рублика еще есть вообще Хорошо работают Дефай, ой, эти Файербаты Ну, отжал у нас И он в зерках 32, 50 по лимиту Скан идет вперед Зачем ты эволюшн? Нафиг он впереди нужен этот эволюшн Я чуть не понимаю Поставил, отменил, все норм Почти шпиль готов сейчас будет Мута заказана У Ферана уже хорошая экономика такая Ну, за поддержку всем громадное спасибо Еще раз за отблоки премиума И подержоты Подержосы Гидродайн после спайра Ну, мута заказанная Я так понимаю 9 муталисков Даже 10 возможно заказано уже У, товарища, и он зерга Да, 9 10 сейчас вылетит Вообще, 11 муталисков Плюс овер Это полноценная как бы полноценная пачка мута Муто стэк полный Так, что приблизил отдалил Южусь туретки Овер падает У-у-у-у скан, ничего себе. Ну, первые в Старкрафте, это норма такое количество туреток. Абсолютная норма, как бы, и... И он Зерк сразу накосячил дамага, она получала муты. Ну, залп хороший сделал. Ну, вот так вот не надо залпа делать, когда ничего не убиваешь, просто рабочих. Чё-то лагает, я вижу. Для Зерка это дико, вообще. Ну, контроль печальный, вообще. Так, повторка готова. Летает, и Старпорт пошёл. Раз. Похоже, два. Ну, вынес туретку. 11 муталисков уже в стеке. Аккуратнее надо быть. Сейчас надо регене этих летать, иначе ж подохнут. Я бы, чтобы видеть дальше, намного там, походу, увидел недостроенным эволюшеном. Ну, если бы он достроился, он просто был пехотой забран, и всё, вот его. Кореец это не мертвец, который, ну, не может достать там никого. Так. Скан бегает, тут оверов полявных находится. Вот, ещё один висит, ещё один летает. Ну, ё-моё, сколько можно оверов-то отдавать? Мута прорвалась прямо на мейн, ребята. Вот это уже серьёзно. Рабочих тут Зерк поубивал, конечно, некоторое количество. Ну, тиранам всё прекрасно, всё равно. Где заниматься третью, непонятно. А вот где третью занимает у нас. Ну, кстати, почему бы нет, и он Зерк третью занимает, делается хайп. Можно, например, занять третью, сделать шпиль, и отсюда бруда этими бомбить, этими, как это там, не брудами, конечно, а гвардами. Первым старики гварды. Это во втором бруде. Есть два бункера здесь. На стоплюра поставлена, интересно, или нет. Возможно, и на стоп. Надо было прямо здесь, наверное, вкопаться-то на стоп. Главное не проморгать, потому что если в такой позиции вкопаться, допустим, эта пехота сзади придёт, и это, и тиран будет знать, просканит, пойдёт в атаку. Если ты на секунду хоть прокосячишься с отключением стопа, то тогда просто тебе минусун нафиг. Берут твою и всё. Так, ну это первая игра, это первый полуфинал. Всем привет, ребят, на Твиче и везде. Счёт 0-0. Полуфиналы по очереди, посмотрим, не волнуйтесь. Скан против Йонзерка ТВЗ и его против Бониса ТВП, получается. У нас... Так, 5 люркеров здесь есть. Куая, это что-нибудь все бегают, я не помню. Что-то бегают, 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 и он за ртом, бегают. Так, просканил. Не, ну тут не забрать ничего будет. О-о-о-о! А третье-то не прикрыто, и корейц сразу же сюда врывается. Дрон распаковал одного, два люркера есть, но как сейчас минус снёт корейц, скопается, скан второго сейчас минус снёс. Такая печаль, ребят. Как проморгать базу? Вот сразу видно корейц, то есть, понимаете, он ловит момент. Всё, одна ошибка, сразу ката минус. Куда это люра пошло? Ну, два-то здесь оставь. Или одного хоть на рампе. Не было такого там. Зато вот наскучки-то двое у марика. Ну, хату-то уже назад, ну, не вырастет она назад от того, что у марики погибли. Ну, корейца четыре барака, два старпорта, всё работает, третья сэсэха. Грейды, кстати, какие? Атака, броня делается. Сейчас, наверное, будет уже... Вот эта хрень даёт возможность. Во втором старкап, ещё на пехоту 2-2 начать делать, после 1-1, нужно армори, то есть здание, в котором грейды на технику делаются, наземную, как бы, и воздушную. Здесь тоже это армори есть, и на технику тоже грейды делаются. Но чтобы и в арморе продолжать, и в инженерке после 1-1, нужно построить старпорту, старпорт, а потом лабораторию исследовательскую. Вот эту вот старпорту, благодаря которой весла строятся, и можно грейды продолжать делать. Плюс на весла там их апгрейды делаются. Плюс к ней две разных пристройки. Одна пристройка для шоу батлкрузеров строить, а другая физическая лаборатория. А другая, как там по-другому называется, не помню, чтобы строить гастов и ядерные бомбы. А, ПВП второй полуфинал. Так, говорят ПВП. Значит, у нас финала точно не будет зеркального. Это хорошо. Посмотрим ПВП. Я думал, банист, тиран, блин. Я всех перебрал. Сначала говорю зерк, потом тиран, теперь, оказывается, что он просто. Что за подстава-то? Чума есть, интересно? Где чума? Темная стая. Чумы нет. Сейчас все будет облучено просто, и все норм будет. Ухарить. Поппевать, ступить, как вы видите. Нужны скоржи. Нужна чума, понимаете? Ну, зерк, да. Хорош. Сказался. Кореец недоконтроливает, просто жесть. А потому что здесь муту кореец убрал. Зато здесь пачку отдал. Но нет больше дефайлеров. Нет чумы. Скажи, где хрен знает. Просто 6 скоржей прилетаешь, убиваешь. Либо чуму кинул, и одним муталиском сбил, как я уже говорил. Все, облучаются эти люкеры. Минки везде. А, здесь уже все. Бараки взлетели, уже полный свитч идет в мех. Здесь пехота охраняет. 6 мариков, 2 медика. Сресп строящийся. Третья здесь есть. Переводится. Один с рабочего. Сразу же. Даже вультура умудряется скан убивать лукеров. Тобаки, кстати, бегут. И взрывают. Вультура на их же минках. Больно очень. Минки атакуют. С флэшом он люкеру прилетел, а 35 хп осталось. Бегай, он зарпишет, понимает, что здесь ничего не сделает. Там все занято уже и 6 факторов. Вторая карта. Сейчас будет. О, солнце в глаза. Кто тучи налетели? Северо-запад, черт побери. Позавчера снег был. Сегодня ночью дождь уже шел. Все растаяло к херам. Все, ребята, я, кажется, в старый ритм добрый вошел. Я в последнее время вообще стримил днем. В основном он много сильно не заморачивался, на самом деле. Вот. Не запаривался, в смысле, по времени. Как бы там супердолгих стримов не делал. А сейчас что-то уже три дня постримил, и мне прям уже хочется. Я уже жду, пока кончится здесь, на ГУФСК пойти там, ВЦС посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что-то я... куплю, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОПОСК-ТАЙЧЕ, НЕПОНИЛ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что-то я не понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не понимаю, что он имел в виду, если честно, короче. Мне не разрешено играть, как я должен. Что это такое, короче? Как он должен играть вообще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ща расследуем, пусть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Яндекс, это ты про ГГ года? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА